В эфире телеканала ННТ Новости Дагестан, студия Мира Зубаирова. И вот о чем мы вам расскажем сегодня в выпуске. Уроки жестокости. Следком начал проверку в отношении учительницы Левашинской гимназии, которая избила школьников. Приговор мстителя или коварная расправа. Подробности убийства бойца ММА Магомеда Мутаева сегодня в выпуске. Путевки в хадж и подарки подопечным. Благотворительный фонд «Инсан» провел масштабные итоги прошедшего года. Курбан Бердыев покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо». С чем связан уход в спортивном блоке новостей. Массовое отравление угарным газом произошло в одном из частных домов поселка Ленинкент в Махачкале. Пострадали 8 членов одной семьи. Среди них четверо детей. Все они были доставлены в медицинские учреждения Махачкалы. Троих после осмотра выписали. Четверо находятся в стационаре. Один отказался от госпитализации. По сообщениям ряда СМИ, в доме использовался камин иранского производства. Он отопливался газом, который был подведен к обогревательному устройству самодельно. В Буйнакске произошел крупный пожар в Центральном универсальном магазине. Огонь охватил более 2000 квадратных метров. Как сообщает МЧС России, всего эвакуировано 27 человек. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место было направлено 86 специалистов и 26 единиц техники. К месту происшествия привлекли также дополнительные силы из самого Буйнакска, Кизельюрта и окрестных населенных пунктов. Прокуратура уже организовала проверку, по итогам которой и будет известна причина возгорания. Следственный комитет Республики организовал процессуальную проверку по факту применения физической силы в отношении учащихся преподавателям в селе Леваши. Информация об инциденте была размещена в социальных сетях. На записи отчетливо видно, как учительница кричит на подростков, стоящих у доски, и наносит им удары по лицу. По данным ряда СМИ, женщина уволена из образовательного учреждения. Уголовное дело возбуждено по факту убийства бойца ММА. Магомед Расул Мутаев был застрелен в ночь на 1 февраля в Махачкале у подъездного многоквартирного дома. Имя предполагаемого убийцы уже известно. Есть и предварительные версии произошедшего. Саля Магомедова выехала на место происшествия и узнала все подробности. Есть слово. Это сейчас во дворе дома номер 12 по улице Гобцахская. Так спокойно и тихо о том, что минувшей ночью здесь произошло убийство, свидетельствуют эти пятна крови на асфальте. Преступление было совершено после 22.00. Убийца подкараулил бойца ММА Магомед Расула Мутаева возле подъезда его дома и произвел в него 7 выстрелов. Происходящий зафиксировала вот эта камера видеонаблюдения, установленная на фасаде многоэтажки. Соседи убитого спортсмена говорят, что не слышали звуки выстрелов. О произошедшем они узнали после приезда полицейских и следователей. Вечером мы уезжали в 7 часов и как бы приехали, полдвенадцатого мы в гостях были. И когда приехали, я хотел припарковаться, обычно у подъезда припаркуюсь, там люди стояли. И не дали припарковаться, я отъехал, в другое место остановил машину. И потом подошел я к ребятам, поздоровался, спросил, что случилось. Они сказали, что с человека стреляли. Я спросил, как, ну, живой, что. Они сказали, скорую забрала и все. Я вышел гостей встречать и уже увидел здесь во дворе сотрудники стояли. Подошел, спросил, что случилось. Для меня это был, конечно, тоже шок. По информации из социальных сетей, причиной случившегося могла стать месть за унижение. К убийству Магомед Расула причастен 18-летний урожень села Каркмаскалакум Таркалинского района Надрхан-Кадрханов. Между молодыми людьми не раз происходили конфликты. Первую попытку расквитаться с бойцом подозреваемый предпринял еще прошлым летом. Однако тогда она оказалась безуспешной. Я его убил, короче, пацан один молодой, 18-летний. Пацан убил, ну, они, короче, его месяц-полтора назад, его, короче, они унизили жестом жестко. Ну, этого пацанчика, они там, что-то, 15-х было. Там зеленкое лицо, там, туда-сюда. Так, ну, нехорошую вещь сделали ему, да. Правда, знакомый и односельчане убитого, с которыми нам удалось поговорить, характеризует Магомед Расула только с положительной стороны. Отмечает, что ничего криминального за молодым человеком не замечали. Мы пару раз с ним встречались, и он всегда, когда видел, подходил сам, предлагал кофе отвезти. Я не знал его с плохой стороны, не могу ничего плохого о нем сказать. Ну, те, кто о нем плохо отзывается, может, такие завидники были, я не знаю, что сказать. Я этого парня иногда видел во дворе, такой порядочный, добродушный парень был. Подходил, здоровался, за ним ничего лишнего, ни разу, чтобы соседи плохое говорили, или он где-то как-то себя поел с негативной стороны, за этим парнем не замечался. Следственный комитет по Дагестану по факту убийства спортсмена возбудил уголовное дело. Его расследование взял на контроль руководитель федерального ведомства Александр Бастрыкин. Проводится комплекс следственных действий, направленных на восстановление всех обстоятельств произошедшего. 21-летний Магомед Расул Мутаев тренировался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Меньше суток назад Магомед Расул опубликовал на своей странице запрещенной сети историю, в которой анонсировал будущий бой. Он планировал выступить на турнире по смешанным единоборствам Fight Nights в Москве 23 февраля. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Четыре автомобиля передал бойцам СВО Народный фронт республики. На этот раз машины получили военнослужащие 136-й мотострелковой бригады Буйнакска. Три микроавтобуса и седан ОНФ принял от Дагестанского управления Федеральной налоговой службы. В рамках акции «Все для победы». Десять путевок на Большой Хадж, подарки подопечным и награждения отличившихся работников. Итоги деятельности самой крупной благотворительной организации в республике «Инсан» подвел накануне. Более 22 тысяч семей получили поддержку через фонд в прошедшем 2023 году. На мероприятии собрались религиозные и общественные деятели, меценаты, а также работники и подопечные фонда. Подробности в сюжете Тамара Самедовой. Я в шоке, я в шоке, я в шоке, у меня нет слов, честно. Навув Зайналбековна не может поверить своему счастью. Только что она стала обладательницей самой заветной путевки для мусульман – паломничества на святые земли Мекки и Медины. Она вместе со своим мужем находилась на попечении фонда с 2023 года. «Инсан» обеспечивал их всеми нужными медикаментами и средствами. Сказали, что разыгрываться будет путевка, ну и пригласили меня. Но я видела сон, я действительно видела сон. Сегодня ночью я видела сон, подсказка была. Ну, колевалась. Я просто в шоке, у меня нет слов. Я очень рада. Это сон. Это просто всем желаю, всем желаю. Многочисленные награды, словонапутственные и море благодарности. Этими словами можно описать мероприятие фонда «Инсан», посвященное подведению итогов за 2023 год. Основная традиция народов Кавказа заключалась в том, что у нас никогда не было понятия «чужая беда». И если, например, у кого-то в селе горел дом, то всем селом собирались, тушили пожар и отстраивали этому человеку, этой семье, новый дом. Также вместе проводили свадьбы и провожали в последний путь. У аварцев говорили «гуайба». Я не знаю, как на других языках, но я уверена, у всех есть это слово. И оно означает «собраться вместе», чтобы делать какие-то общественно полезные дела и помогать друг другу в завершении тяжелых, трудных работ. Вместе всегда веселее, быстрее и легче это делается. И даже если нам всем завтра отключат электричество и интернет, то я думаю, тысячи волонтеров фонда не дадут почувствовать нуждающимся людям, что мы попали в какую-то особую ситуацию. За прошедший год благотворительная компания оказала помощь более 700 людям в реабилитации. И это лишь в рамках одной акции «Помоги больным». Помимо этого, на счету у фонда более 10 программ. Закятные средства получили более 800 семей на общую сумму в размере 29 миллионов рублей. Помогли и погорельцам на сумму более 12 миллионов рублей, которые остались без крыши над головой в результате взрывов и пожаров. Также за 2023 год продуктовые наборы получили свыше 5000 семей по всему региону. Во всем этом принимали участие неравнодушные жители нашей республики совместно с работниками компании. В нашей деятельности фонда невозможно, чтобы эта деятельность была без вас, без тех людей, которые выделяют средства, которые переживают, которые участвуют в фонде благотворительности. Это волонтеры наши. Без этого просто бы не было нашей работы. Поэтому я тоже хочу большое сказать спасибо всем тем людям, которые участвуют в благотворительности. Это вся заслуга, вот итоги 2023 года всех, кто причастен. Даже тех, кто просто переживает и, вот, как говорится, наблюдает за деятельностью фонда. На мероприятии также исполнили желание 9-летнего Саида, который мечтал о квадроцикле. Ранее мы снимали о нем сюжет и рассказывали о том, что мальчику была необходима очередная реабилитация в Челябинске. Благодаря неравнодушным людям маленький Саид прошел курс восстановления и уже может стоять на ногах. Осуществил его мечту дагестанский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев. Третья Малой, как твои дела, расскажи. Ладно. У меня нету слов, что у меня там показали. Я думал, сейчас другого показали. Ну, не тут-то было. У меня показали. Мечты бывают. Мы знаем, что фонд «Инстан» многим помогает. Мы тоже спортсмены подключаемся, помогаем. Это благое дело. Работа благотворителей не ограничилась только Дагестаном и Россией. Она приобрела и международный характер. Так была оказана помощь в деле поддержки братской Палестины, а также пострадавшим во время землетрясений в Турции, Марокко и Афганистане. Мы вместе с коллегами полетели туда, встретились с пострадавшими людьми и оказали вам помощь. На самом деле жители Марокко и жители Афганистана очень были счастливы и благодарны. На мероприятии также наградили отличившихся работников. Гостям показали видеоролики про ежедневную работу благотворительного фонда. Тамара Самедова, Халид Ахмаев, Новости ННТ, Махачкала. Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо». Об уходе специалиста сообщает сайт клуба. Это решение соответствует контрактному договору, позволяющему любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. 71-летний туркменский специалист возглавил команду летом прошлого года. В этом сезоне клуб под его руководством лидирует в турнирной таблице первой лиги. В активе команды из Махачкалы 37 очков после 20 туров. По некоторым данным, Бердыев может возглавить сборную Азербайджана. Дагестанские дзюдоисты отличились на суперфинале детской лиги «Локоть дзюдо» в Москве. Наши спортсмены выиграли три медали в турнире среди мальчиков и девочек 2010-2011 годов рождения. Награду высшей пробы в весе до 55 килограммов завоевал Мохаммад Расул Алилов. Серебряным призером соревнований стала Фатима Ахбердиева. Бронза в активе Рамазана Курбан-Магомедова. Это были все новости к этому часу. С вами была Альмира Зубаирова. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова